МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу. Студия телеканала Север. Ольга Русл. Здравствуйте в этом выпуске. Они знают, какая сегодня погода, и расскажут обо всех изменениях климата. С их прогноза начинается каждый день. Профессиональный праздник отмечают метеорологи. Обменяться опытом и обсудить новые творческие проекты смогут руководители региональных учреждений культуры в Наринмаре в рамках рабочего семинара. В Ненецком автономном округе в день 120-летнего юбилея Ивана Ваучейского почтили память выдающегося государственного и общественного деятеля. Его жизнь трагически оборвалась в 35 лет. За прошедшие сутки в Наринмаре выявлен всего один случай заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 находятся 17 пациентов. В регионе продолжается вакцинация населения от коронавируса. Компания по вакцинации жителей Ненецкого округа стала предметом для обсуждения на еженедельном совещании главы региона с руководителями органов власти. Как отметили в профильном департаменте, вакцинация на территории региона продолжается в штатном режиме. Все сельские поселения по заявкам медорганизаций были обеспечены необходимыми дозами вакцины. У нас на сегодняшний день привито 7,6% от всего населения и 12,7% от той категории лиц, которые должны быть привиты. То есть у нас на сегодня привито 3368 человек. На этой неделе в округ поступит новая партия вакцины в количестве 1000 штук. Напомню, записаться на вакцинацию можно по короткому номеру 122 и на портале госуслуг, а также в своей медорганизации. Вопрос очень важный для нас, в первую очередь для жителей. Чем быстрее вакцинируемся и выработаем такой коллективный иммунитет, тем быстрее защитим всех жителей от вируса. Что касается карантинных мер в образовательных учреждениях региона, которые ранее были введены в отдельных учреждениях по ОРВИ и контактам с заболевшими COVID-19, то на сегодняшний день все они отменены. Также в ходе рабочего совещания глава региона подвел итоги встреч в Наринмаре с заместителем главы Росрыболовства Василием Соколовым. Визит был более чем плодотворный. Удалось окончательно решить вопрос по проблеме карской губы. Ее включили в северный рыбохозяйственный бассейн. Удалось снизить стоимость путевки на семгу. Напомню, в ходе рабочего визита представителей Росрыболовства в окружную столицу были проведены консультации с органами власти. Депутатами и рыбаками. Василий Соколов сообщил, что ведомство внесло изменения в правила рыболовства в северном рыбохозяйственном бассейне. Теперь жители прибрежных сел региона могут на законных основаниях ловить рыбу в Карской губе. Документ находится на регистрации в Минюсте. На встрече с губернатором была достигнута договоренность о том, что право выдавать путевки на вылов рыбы на промысловых участках в округе в скором времени перейдет под юрисдикцию субъекта. А самих участков станет больше. Кроме того, в ходе встречи с представителем Росрыболовства, руководителем департамента цифрового развития, была поддержана еще одна инициатива Ниньского округа. Департамент цифры вышел с инициативой, чтобы услуги по учету сетей, которые сейчас наши жители делают на Ренмаре, в территориальном органе, они бы делали в МФЦ. То есть без приезда в город. То есть мы понимаем, что им сейчас нужно приехать, потратить деньги на дорогу, записаться, сдать документы, потом дождаться ответа. Не факт, что в этот же день. Ну и понятно, обратно. Росрыболовство инициативу поддержало. В настоящее время готовится соответствующее соглашение с МФЦ. И в будущем маркировать орудия лова жители сел смогут в ближайшем офисе «Мои документы», сеть которых развернута в населенных пунктах округа. У нас с вами по проблемам, которые ставили рыбаки, скажем так, есть определенный прорыв. Мы достигли тех целей, о которых нас просили рыбаки. Но очевидно, что проблемы охотников не решены. Поэтому прошу активно отработать сейчас все те запросы, которые идут от охотников, с учетом того, что уже не за горами у нас охотничий сезон. Иван Никонов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». А в Ненецком округе в день 120-летнего юбилея Ивана Ваучейского почтили память выдающегося государственного и общественного деятеля. Его жизнь трагически оборвалась в 35. Напомним, в честь Ивана Павловича названы улицы в Наринмаре и Архангельске, социально-гуманитарный колледж в столице Заполярья, колхоз в Нельменом Носе. Иван Павлович Ваучейский – самый известный подвижник образования в Ненецком округе. И хотя отпущенное ему было немного, всего 35 лет, он оставил большой след в истории региона. Иван Павлович родился в 1901 году в Большеземельской тундре. К семи годам остался без родителей. В приюте научился русской грамоте и куми-языку. В 1919 году в селе Тельвиска был образован первый исполком. В Ивучейске, как грамотный Ненец, стал здесь делопроизводителем. В 1921 году его избрали председателем исполкома. Окончил в 1928 году в Архангельске педагогический техникум и стал первым учителем ненцем. В связи с образованием Ненецкого национального округа В Ивучейский в 1929 году становится заместителем председателя окрисполкома. Он занимался всей хозяйственной работой – народным просвещением, борьбой с паводками, развертыванием строительства культурно-образовательных учреждений, проведением коллективизации. В 1932 году был создан первый ненецкий оленеводческий колхоз. В 1934 году В Ивучейского избирают председателем Ненецкого окрисполкома. Иван В Ивучейский трагически погиб 9 августа 1936 года. Почтить память известного в округе человека пришли представители власти региона, депутаты, общественники и родственники. Они возложили цветы к памятнику, который расположен перед зданием окружной администрации. Специалист по погоде, наблюдатель и исследователь атмосферных явлений. 23 марта отмечается Всемирный день метеоролога. Специалисты этой профессии востребованы почти везде. Например, в авиации, где без их прогнозов не взлетает ни одно воздушное судно. Александра Литкова продолжит. За погодой наблюдают круглосуточно, даже несмотря на самые неблагоприятные условия. Рабочий день техника-метеоролога в аэропорту начинается в 6 утра. И уже через 15 минут информация должна быть передана в авиаметеослужбу. Техник-метеоролог уезжает на старт. У нас там есть будочка, у нас сейчас приборы у них. И они начинают наблюдение. Погоду, что они уже отнаблюдали, передают вот по Крамсу. И уже наш синоптик, получив карту синоптическую, начинает писать прогноз. И в 15 минут 6-15 у нас уже прогноз написал синоптик и отправил в банк данных. Только после получения данных сводок о погоде командиры воздушных судов могут выруливать на взлётную полосу, за состоянием которой также следят, исходя из прогнозов погоды. Ведь это в первую очередь залог безопасности пассажиров. Интересуемся по дальнейшему прогнозу погоды, по осадкам, чтобы нам уже знать, чего ожидать от природы, какие будут у нас метеоусловия. И уже исходя из этого, сработать на опережение, на опережение сработать уже по дальнейшим работам на лёдном поле. Данные для прогнозирования метеослужбы собирают каждые три часа. Самый точный прогноз специалисты могут дать только на три дня. На многих метеостанциях аэрологи запускают радиозонд, воздушный шар, к которому привязан одноразовый прибор с передатчиком. Такие большие воздушные шары метеослужба запускает в воздух два раза в сутки. Они могут достигать высоты более чем 30 километров и уже оттуда отправлять данные, которые метеорологи будут использовать при составлении прогноза погоды. Информация с радиозонда о давлении, температуре и ветре на высотах в атмосферной толще обрабатывается и наносится на высотные карты, без которых невозможен полноценный прогноз погоды. Высоту снежного покрова вычисляют на двух площадках – в районе метеослужбы и в лесу. Если это на метеоплощадке, то у нас есть первая, вторая и третья рейка. Мы не нарушаем целостность снежного покрова на этой площадке, то есть мы там не ходим, у нас есть четко определенные тропиночки, по которым мы можем ходить, поэтому целостность не нарушается. Снимаем здесь показания, три рейки делаем средние. А если у нас снегомерный маршрут, это лес, то там тоже по 50 точкам мы снимаем, потом делим на 50, у нас получается среднее значение. Также мы там измеряем еще и плотность снега. На данный момент в гидрометеослужбе Нарьенмара трудятся 23 человека – гидрологи, аэрологи и метеорологи. Свою профессию они считают сложной, но в то же время интересной и с улыбкой воспринимают шутки о неточных прогнозах погоды. Александра Литкова, Леонид Шушилов, Телеканал «Север». Проблему водоснабжения в Лабожском продолжают решать. В начале этой недели сотрудники администрации Заполярного района вместе со съемочной группой нашего телеканала отправились в населенный пункт, чтобы взять пробу воды и проверить ее текущее состояние. Подробности в сюжете Елизаветы Кабановой. Этой осенью в деревне Лабожское поставили новую емкость для подачи воды в дома. Жители были недовольны ее качеством. От воды исходил запах керосина и присутствовали различные примеси. При нагревании техническая вода становилась бурого цвета из-за высокого содержания железа. Техническая вода – это что значит? Мы не должны ей мыться, мы не должны ей стираться. Зачем она нам нужна? Еще водопровод будет ее запихивать. Ей же невозможно ничего делать. С проблемой заполярные власти пытались разобраться еще осенью, пока подача воды происходит по старой схеме. Из реки Печора она поступает в водонапорную башню, где проходит очистку и после этого идет в дома жителей. Питьевую воду лабожчане могут набрать на колонке. Многие также ездят за водой на родник. Вопросы к новой схеме подачи воды, которая менее энергозатратная, остаются. Проблемы, связанные с ее эксплуатацией, пытаются решить. Жители просят, чтобы данную емкость заменили, так как она бушная. Просят поставить или пластиковую, или новую. И вторая проблема – то, что много в воде извести, чем забивается фильтра у жителей. Просят чуть-чуть углубиться в скважину. Представители администрации Заполярного района приехали в деревню, чтобы взять пробы воды. До этого был проведен ряд мероприятий по исправлению ситуации. Емкость промыли, но для того, чтобы ввести ее в эксплуатацию, нужно дождаться результатов экспертизы. Данная емкость была очищена от окислившегося железа, промыта, продезинфицирована. В настоящее время отобраны пробы воды и будут заданы в Центр гигиены эпидемологии на качественный состав. По результатам исследований будет принято решение о вводе емкости в эксплуатацию. Бутылки с водой для чистоты экспертизы были опечатаны. Ее результаты будут известны через неделю. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал Север. Окружной семинар работников культуры стартовал в Нарьинмаре. Традиционно руководители и специалисты учреждения культуры региона собираются, чтобы обсудить актуальные задачи отрасли. Представить лучший опыт, решить проблемы и договориться о новых творческих проектах. В рамках семинара состоялось расширенное заседание коллегии Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Семинар в окружной столице – прекрасная возможность для работников сферы культуры из самых отдаленных населенных пунктов обменяться опытом, узнать новые тенденции. Юлия Огарецкая, художественный руководитель Дома культуры поселка Каратайка, говорит, несмотря на отдаленность в муниципальном образовании, культурная жизнь бьет ключом. В очаге культуры работают хореографические и вокальные объединения. Особенно жителям поселка нравится комик-культура. Каратайки – прекрасная культура, двухэтажная, каменная, отличное здание, теплое, удобное. Не хватает, конечно, репетиционного зала, но вполне заменяет зрительный его. Есть клубное формирование различных направлений. Сейчас хореографическое объединение Каратайки готовит большой концерт, который пройдет 27 апреля. Не менее насыщенная культурная жизнь и в поселке Нельминос. Здесь действует семь клубных формирований. Их деятельностью охвачены более 120 человек. Самое крупное посещаемое клубное формирование – это ансамбль. Нас 37 человек. У нас организованы две группы. Это молодежная танцевальная группа и детки маленькие ходят. Еще вокальная группа – это сторожилы нашего поселка, которые уже составят более 40 лет. С одной из его оснований. Единственное, чего не хватает для полноценной культурной жизни – отдельного здания, где бы разместились все творческие объединения поселка. Впрочем, этот вопрос также в повестке совещания, как и другие актуальные для сельских клубов и домов культуры. Кроме того, руководители учреждения культуры региона познакомятся с волонтерской деятельностью, грантовой поддержкой. Это очень важно, потому что культура постоянно развивается. И для наших сотрудников тоже выстроить понимание, как этим инструментом пользоваться очень необходимо. Мы сейчас с ними работаем всю неделю в преддверии праздника Дня работника культуры. Основной темой расширенного заседания коллегии Департамента образования, культуры и спорта стала наградная политика. Как это работает. И понимая то, что у нас коллективы должны постоянно совершенствоваться, получать звания, новые звания, развивать эти коллективы. И что для этого необходимо делать? Мы сейчас как раз эти все вопросы обсудим для того, чтобы руководители уже приехали в свои муниципалитеты и вместе уже могли выстроить работу со своими ДК. Семинар работников культуры продлится до конца недели. В его рамках пройдут деловые встречи, мастер-классы. А также предусмотрена творческая программа. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Университет «Синергия» проведет набор абитуриентов из Ненецкого автономного округа на бесплатное высшее образование. О перспективах учебы в частном ВУЗе губернатору Ненецкого автономного округа рассказал вице-президент негосударственного образовательного учреждения Московский финансово-промышленный университет «Синергия» Юрий Мурадов в ходе рабочей встречи в Нарьинмаре. Речь шла о грантовой программе ВУЗа «Кадровый резерв». Ее участниками могут стать самые активные и целеустремленные абитуриенты, которые хотят добиться успеха и построить карьеру. Программа действует по трем основным направлениям – управление проектами, информатизация и дизайн. Студентам предоставляют жилье в общежитии. С самого начала обучения студенты получают возможность работать по специальности. На выходе выпускник университета имеет 6 лет трудового стажа. Более того, часто они становятся и руководителями направлений внутри корпорации «Синергия», отметил Юрий Мурадов. В эти дни проводится отбор абитуриентов на территории округа. Успешно прошедших отбор приглашают в школу лидерства. В этом году она будет проведена в Крыму. Там в течение недели пройдут финальные испытания для ребят. Глава региона обратил внимание вице-президента ВУЗа на важность работы с сельскими школьниками. Юрий Мурадов сообщил, что они также могут пройти испытания. Все этапы отбора будут доступны в онлайн-режиме. Тепло, свет, газ и горючее для транспорта. Предприятия топливно-энергетического комплекса играют особую роль в жизни на Крайнем Севере. Поэтому в Ненецком автономном округе особое внимание уделяют вопросам безопасной и бесперебойной работы объектов ТЭК. Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в этой сфере осуществляет Росгвардия. Для обсуждения проблемных вопросов и путей их решения начальник управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу Александр Димитриев и руководитель отделения государственного контроля Алексей Сумароков встретились с представителями предприятий. Сегодняшняя встреча проводится в соответствии с ежегодно утверждаемым разговорами и директорами органов и программами профилактики в сфере предупреждения субъектами топливно-энератического комплекса нарушений обязательных требований, установленных законодательства на СССР. Устранение причин, факторов, не способствующих нарушению обязательных требований. Повышение правосознания, правовую культуру, должностных лиц по контрольным объектам. Снижение количества нарушений обязательных требований, являемых в ходе проведения институтов на контрольном обзоре. Участникам встречи дали возможность задать интересующие их вопросы, связанные с обеспечением безопасности предприятий, электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, нефтепродуктообеспечения, теплоснабжения и газоснабжения. Вопрос, но в этих же рамках, проводится документарная проверка, но она не отображает реальное положение дела. Ну, скажем, на объекте какие-то уже устранения замечаний выполнены, а в документах это не отображено. Вы должны принять эти работы сами у себя. Если вы сами делаете, вы же потратили деньги, вы их списываете куда-то, так ли? Следующий вопрос по перечню необходимых мероприятий для антистатистической защищенности объекта. В целом, как отметили на встрече, безопасность объектов топливно-энергетического комплекса на территории Ненецкого автономного округа организована на должном уровне. Вид противоторанного устройства какого устроить? Просто подъемные и железнодорожные, они не подходят по температурным режимам. Если хотите конструктивный диалог, пожалуйста, приходите, будем разговаривать. Но разговаривать будем в точке закона. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами на севере.